Ребят, всем привет! Рад приветствовать на канале Руденко. Сегодня не буду многословным, давно не было строительного контента. Вот решил вам показать. Отличный, шикарный дом в очень красивом месте. И как мы делаем здесь забор стоимостью, без материалов работа, 9800 долларов. Давайте покажу, что собственно мы делаем. Всем привет, это Руденко. Итак, это старый забор рабицы, который мы демонтировали. Мы поставили столбы. Эта часть связана и тут бетон завязан на несколько кусков арматуры. И связан с бетоном, который проходит вот с этой стороны. Столбы все в уровень. Расстояние между столбами довольно-таки разное. Почему? Потому что мы все будем зашивать и расстояние между столбами не столь принципиальное. Собственно, столбы мы уже все установили. Изюминка и самый дорогой элемент будет даже не забор. Элемент калитки. Тут будет barn door, который будет так ездить влево-вправо. Здесь еще одна калитка. Конечно, какой, блин, вид. Вот каждый раз сюда приезжаю. Тут вид на миллион. А с домом, где вид на миллион, забор поаприори не может быть дешевым. У нас есть лист. Ширина стандартная. 48 дюймов, 4 фита. Но хочется сделать красиво. Чем отличается работа специалиста от Ваньки-дурака, который приехал и купил вчера молоток. Такие элементарные моменты. Обратите внимание. Сейчас мы поставим. Чпок. Тут у нас 4,5 на отрезе будет. И вот крайняя полоса. Чпок. Тоже будет 4,5 на отрезе. И это к чему? Потому что у меня все линии будут отцентрованы. Будет симпатично. Продолжается эпопея. Работаем третий день. Мы, как вы видите, собрали основную часть с забором. Из чего собирается каркас вы видели. Дальше это обивается пол дюйма. Листы. Т-1-11. Т-1-11. Вот такие вот. Черина 8 дюймов. Они вписываются. Почему такой материал выбрал? Потому что это то, что подходит и соответствует стилю дома. То есть все элементарно просто. Нужно, чтобы это вписалось по дизайну в уже существующий дом. Значит, у нас забор стоит с правой стороны. И два элемента, которых, скажем так, хозяин захотел. И то, что другие отказались делать. Собственно, почему и возникла цена в 10 тысяч. Обратите внимание. Значит, система крепления. Нужно, чтобы у нас были... В Америке-то называется barn door. Ворота, которые будут крепиться вот тут вот сверху. С внутренней стороны. И они будут отодвигаться в сторону. Элементарные элементы закрывания. И вот такие вот колеса-направляющие. Специально из нержавеечки. Есть у нас хороший поставщик. Вот с такими вот колесиками. По-моему, классная штука. Мне лично очень понравилась. Как она работает. Хорошо продумали. С точки зрения ржавчины. Предлагают их смазывать время от времени. Ну, любой элемент металлический, целесообразный, который стоит на улице. Чтобы он имел определенный сервис. Что бы это ни было. Второй дорогой элемент. Это калитка по-нашему. Вот здесь будут такие вот в этом проеме небольшие ворота. У хозяина есть машинка для гольфа. Тут недалеко вниз по горке спуститься есть поле для гольфа. Он любит играть в это дело. И поэтому ворота должны были иметь ширину 48 дюймов. Мы сделали 52 на всякий случай. И калиточка у нас тоже минимальный размер должен быть 36 дюймов. Мы сделали 48 на всякий случай. Изюминка. Тут мы будем устанавливать систему с электромагнитным замком, который открывается с помощью комбинации. Или же магнитный ключ. Или же хозяин может через мобильный телефон посмотреть видеокамеру и открыть. Что делаю я, когда работаю один? Чтобы удобно было пилить тяжелый лист. Вот так вот вниз ставлю два брусочка, которые уже пил. То есть не новые. Срез. Выставляю. Их можно резать. У меня так бруски всегда остаются. Таким образом у вас лист остается не на весу, а на подложке снизу и без проблем отрезаете угол, убираете эту часть. Так удобно. Тратится 30 секунд времени, чтобы подложить два бруска, но это экономит вам массу нервов и делает красивую работу. Ну так, отвлечение от темы. Вот наш периметр калитки. Внутри будет тот же самый T111. И вот такой вот у меня паз размером 1 дюйм и четверть. Целое 0,25 дюйма, давайте так называть. Почему 1,25? Потому что толщина нашего деревянного сайдинга, да, плайвода 5,8. 5,8 плюс 5,8 это 1 дюйм и 1,4. Он попадает сюда. Я хочу, чтобы эта часть была в плоскости стримом. Зачем нам это надо? Объясню чуть попозже, потому что у нас здесь идут красивые навесы. Если у нас будет перепад, они нормально не лягут. А мы делаем красоту. Других вариантов не принимается. Конкретно в этом доме за кучу денег нужно сделать красиво. Пока я себе, кстати говоря, работал, он уже еще один сосед там и второй сосед через два дома отсюда. Тоже попросили меня переделать часть их заборов. Общая стоимость у себя, по сути дела, за неделю работы здесь. Заработаю 10 тысяч в этом доме. В этом доме у меня на 2 тысячи работа уже. И в другом там около тысячи долларов. Небольшой ремонт. То есть еще трешка за неделю клиентов накапала конкретно в этом районе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, наша калиточка готова. И сейчас на нее вешаем ручки. Вот такие прикольные навесы. Пишите, что думаете по поводу такого стиля. Такие приблуды делает компания EverBuild. Китай. Из опыта среднестатистический Китай. Недорогой, не самый дешевый. Есть хуже. Но он всегда есть в наличии. Выглядит интересно, симпатично. Хорошо продаются такие элементы для таких домов. Поэтому людям нравится. Почему нет? Сделаем людей немножко более счастливыми. По-моему, будет прикольно. В следующий день мы приехали. Я заехал, купил сегодня еще определенный материал, чтобы закрыть верхнюю часть. Дело в том, что, обратите внимание, у нас сверху идет балкон. Из балкона сливается вода, попадает в верхнюю часть дерева. Нужно его максимально закрыть от текущей воды. Я купил специальный материал PVC. По сути дела, это пластик, похожий на доску. И сверху мы сделаем своего рода как крышку, кеп, тут называю, для того, чтобы вода не уничтожала этот забор. И максимальная безопасность из числа того, что можем сделать, мы сделаем. Ворота мы поставили. Давайте покажу, собственно, как это уже выглядит, когда ворота непосредственно стоят на шарнирах. Вот перед вами наша barn door. Отличная крепкая система. Я еще не доделал некоторые элементы с роликами снизу, чтобы эти ворота нельзя было оттолкнуть. И залезть через щель, по сути дела, чтобы они крепились в данном положении снизу и сверху. Ну и вот так вот непосредственно выглядит эта шарнирная система. Болты мы еще чуть потянем. Я хочу шабы поставить, этот болт срежем. И вот так вот это все дело выглядит. Из опыта на данный момент на Гавайях это самая практичная система, которая выдерживает просто дурной вес. Внутри вот так вот ролик ходит. Ну и работает довольно-таки хорошо. Ни разу не было по этим дверям никаких замечаний. Это мои третьи, правда. Не так уж много дверей я таких сделал. Но вот третий вариант. Направляющая есть 10 фитов, 12 фитов, 16 фитов. Если больше 16 фитов, то нужно делать из двух направляющих. Ну как опыт показывает, я пока месте ворота больше 8 фитов шириной не делал. То есть 16-18 фитов длины. Значит, раксы, вот эти элементы крепления ставятся на расстоянии двух футов между собой. Ну и из опыта, это очень-очень практичный вариант. Будете ставить двери. Считаю, что самый классный вариант. Изюминка еще заключается вот в этом элементе, потому что оно дает вам элемент качания. И тем самым двери сами выставляются в горизонт. То есть вам значительно проще подгонять верхушку и низ. Низ у нас, учитывая тот факт, что грунт уходит в сторону. И много разных плоскостей. Например, бетон одна плоскость, земля другая плоскость. Эту плиточку в третьей плоскости наверх идет. Поэтому я поговорил с клиентом. Изначально сказал, что я делаю все просто в уровень. А там все остальные плоскости уже не имеют никакого значения. Клиент согласился. Поэтому мы вот пляшем в уровень. Это самый правильный вариант. В такой момент в зоне, в месте, где я работаю, очень сложно найти хороших 6, даже 8 часов солнечного дня. Посмотрел по графику. Сейчас у меня буквально до завтрашнего дня солнечный день. Поэтому я взял быстренько спреер. Хочу задуть этот забор по-быстрому. Вопреки всем законам физики и нормального отношения к стройке. Исключительно из-за того, что дожди идут постоянно. Если я его сейчас не покрашу, в ближайшие 2-3 недели, возможно, никакой покраски не будет. Поэтому берем спреер в руки. Вот такой вот у меня спреер. Самый бюджетный. Такой чисто забор и красить. Можно потолки задувать. Помогает мне довольно-таки часто в последнее время. И я решил вот пока остановиться на нем. Если мне нужно что-то более профессиональное, я беру в аренду. Такие объемы и работы я делаю не часто. И, собственно, задуваем сейчас этот забор. Буквально за 2 часа можно покрасить полностью весь такой забор. В один хороший слой, задувая все вот эти вот маленькие дырочки. Потому что роликом ты его будешь катать неделю. Но это вот такой вот момент. Хотел рассказать. Поэтому сейчас задуваем забор. У нас закончена покраска. Первый слой нефинишная. Остались еще небольшие элементы. Оно подсохнет. Главное выждать вот эту вот паузу в 6-8 часов, чтобы засохла краска. Сейчас будем работать вот на вот этой вот частью сверху. Значит, у нас тут идет кэп. И чтобы вода на него не попадала, мы его закрываем вот таким вот материалом, кому интересно. PVC trim. Разных он есть размеров. Мы угол подрезаем на 22,5 градуса, чтобы сделать стыки. И делаем полностью крышку. Это самый лучший на сегодняшний день вариант, как обезопасить этот забор от попадания воды сверху. Долго будет стоять. Одна такая доска стоит 33 доллара. 8 фит шириной. 7,3 дюйма. Это ее чистый размер. Ширина 3,25 дюйма. У нас называется 1x8. И длина 8 фитов. 33 бакса с копейками. И отсюда, конечно, просто супер, правда, ветерок. Ну и вот так вот идет наша крышка. Тут, конечно, небольшая ошибочка. Потому что вот эти вот швы, между ними должно быть минимум 2 фита по коду. Но это не столь принципиально в этом месте. Бьем мы обыкновенными trim nails'ами. И уходит она. Вот крышечка у нас. Так. Для чего это все делается? Вон там, вот сверху отсюда стекает водичка. Капает вниз и разрушает забор. Поэтому это идеальное решение из числа бюджетных вариантов. Так. Конец дня. Прошу прощения за ветер. Первый слой краски мы кинули. Некоторые ребята спросят. Ваня, почему ты не поснимал там лишние элементы? Все эти нюансы. Еще раз говорю. Я застал солнечный полдня. Потому что с утра еще шел дождь. Нужно было очень срочно красить. И вот словить этот момент нюанс. Дабы все не спохабить. Чтобы потом роликом это не закатывать. Пока был спреер под рукой. Быстренько все задул. Такие мелкие нюансы. Я завтра поподкрашиваю. Когда буду проводить замок. И вот это вот собственно вторая изюминка. После системы раздвижных ворот. Вторая изюминка этого дома. То что клиент попросил меня сделать особую систему замков. Чтобы он был электромагнитный. Чтобы реагировал на некоторые нюансы. Чтобы был магнитный ключ. Чтобы была кодовая комбинация. И чтобы он мог его открывать при необходимости. Посмотрев видеокамеру через телефон. С мобильного телефона. Как я это все сделаю? Покажу завтра. На сегодня у меня хватит. Считаю. Сегодня и так нормально поработали. Поэтому у нас получается весь проект займет 5 дней. Завтра все это дело добиваю. Последний день. Мы уже полностью все доделали. Провели провода. Подготовили к видеокамерам. Все заложили в гофры. Последний элемент. Это наш замок. А замок здесь непростой. Тоже интересная штука. Это уже часть смарт-хаус. Обратите внимание. Значит, Simply Safe система. Которая подключается к вашему мобильному телефону. И вы со своего мобильного можете контролировать доступ к вашим дверям. И проход через них. Есть комбинация. Которая вешается внешне. Покажу что и как работает. Есть вот такая вот приблуда. Основной блок контроля. Работает от обыкновенных пальчиковых батареек. Насколько хватает не знаю. В комбинации с обыкновенным болт над. Вот таким вот у нас замочком. Который мы уже подготовили. С внешней стороны на всякий случай будет замок у нас с ключиком. Самым обыкновенным. И будем врезать в нашу дверь. Хотел показать. Не знаю. Успользуют такие вещи в Российской Федерации. В Украине. В постсоветских странах. Или не используют. Есть такая удобная приблуда. Для того чтобы врезать замки в двери. Она рассчитана под два типа болтов. Кто с такими фигнями не сталкивался. Значит показывай. Вот это вот расстояние до отверстия может быть разное. Конкретно в этой ситуации. Два положения. Одно положение и второе положение. Я выставил на 2,75 дюйма. И соответственно здесь тоже восстановлено 2,75 дюйма. Три четверти дюйма. Сбоку у нас идет зарезка под эту направляющую. А с торца у нас идет направление непосредственно под сам болт. И потом одна сторона устанавливается у нас элемент с ключом. А вторая сторона у нас будет устанавливаться вот такой вот контроллер. Который можно будет управлять с помощью мобильного телефона. И иметь доступ к видеокамере. Нам еще понадобится там дрель. Ну мелкая подручная фигня. И собственно сейчас займемся непосредственно установкой. Сверлим, пилим и быстренько собираем все. Едем домой. Кстати говоря по поводу денег мне клиент заплатил еще с утра. Исключительно опираясь на доверительные отношения. Высверлили мы два отверстия. Дальше собираем сам замок. Следующий элемент обратите внимание. Значит у нас этот элемент на самом болте имеет размер 3 миллиметра. Мы приблизительно так сейчас это все с помощью роутера и снимем. Чтобы он хорошо сел вовнутрь. Тогда можно будет прикрутить и одеть часть с ключом. Дальше все тоже не очень заумно. Значит раздвигаем два этих элемента задней части. Снимаем вот такую вот приблуду. Это получается у нас задняя часть. И мы ее устанавливаем вместо этого элемента. Получается у нас идет вход. Элемент с ключом. В котором есть два отверстия для болтов. Вот собственно болты. И с внутренней стороны дверей дома получается. Мы устанавливаем вот эту пластину. А потом крепим этот элемент. На него кстати есть разные насадочки универсальные. Под разные типы замков. Выбирайте тот который вам нужен. Конкретно мне подошел этот зеленый. Устанавливаем пластину. Сейчас все это дело собираем. Защелкиваем по бокам. И тестируем, проверяем как это все дело работает. Представляю вам не смарт дом. А конкретно смарт калитку. Вот как она выглядит на данный момент. Вот такая вот смарт калитка. На нашему подвери. По-моему оригинально. Посмотрим как долго она проживет. Я что-то переживаю, что не потянет она внешнюю среду дождливую. Наших тропических Гавайев. Ну вот так вот это все выглядит. Сейчас будем тестировать. Вот такие вот дела ребята. Как и говорил. У меня ушло 42 часа на эту работу. Несколько дней. Сейчас проверил все работает. Есть еще много мелких нюансов, на которые клиент сказал Ваня не трать больше времени. Нет смысла. Потому что у него свои какие-то мысли, идеи я говорю. Ну как скажете. Он встречает сейчас гостей, которые приедут через несколько часов. Поэтому собственно вопрос закрытый. Были еще моменты, которые косяки, которые я хотел подкорректировать. Но он говорит, что нет, не надо Ваня. Не последний день ты тут работаешь. Поэтому еще успеешь выровнять все косяки. И говорит, пусть забор постоит месяц-два. Посмотрим, как это все будет. Но сам факт. Чек я свой получил. Денежку на место положил. Обалденное осталось настроение. Вот такой вот ребята получился видеоролик. Такой вот получился у нас забор. Всем отличного дня. Море-море позитива. Алоха. Алоха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok